Лечение наследственных опухолевых шиндромов. Честно говоря, я сталкивался с тем, что достаточно в какой-то степени равнодушно относились специалисты к проблемам наследственных раков до тех пор, пока эта наука была наукой ранней диагностики и профилактики. На мой взгляд, колоссальные произошли изменения именно к тому, что стали к этой проблеме, ей стали уделять внимание, когда оказалось, что наследственные опухоли нуждаются в особом лечении. Но посмотрите, в частности, если возьмем БРК, ассоциированные раки, вот это у нас геном Анжелины Джоли, у нее каждая клетка организма, он исследовала мутацию в гене БРК, но при этом мы же помним, что у нас каждый ген представлен двумя копиями, одна от матери, другая от отца, и так как другая оставшаяся копия гена БРК работает, то Анжелина Джоли остается абсолютно здоровым и успешным человеком. А как возникает рак? Рак возникает из-за того, что в одной из клеток органа мишени, это молочная железа или яичники, в результате случайного события инактивируется оставшаяся копия гена БРК. Возникает уникальное терапевтическое окно. Что делает ген БРК? Ген БРК, он устраняет повреждения ДНК. Вот и получается, что у нас нормальные клетки, они могут справляться с воздействием мутагенов, но в частности братья опухолевых и лекарственных препаратов. А опухолевые клетки, они гиперчувствительны к воздействию достаточно простых химиотерапевтических агентов, таких как, например, цисплатин, препараты платины. Ну вот, посмотрите, я хорошо помню эту первую пациентку, которая к нам поступила на подобное лечение. Дело в том, что просто так вот взять и назначить, допустим, цисплатин вместо стандартной терапии пациентам с раком молочной железы нельзя, потому что там достаточно много есть стандартных опций для лечения подобных пациентов. Я очень хорошо помню эту пациентку, ей было 69 лет, и у нее редкая ситуация, когда так называемый трижды негативный рак, ну, по идее, химиочувствительность опухоль, не ответил на лечение. Ну и тогда вот ей от отчаяния сделали БРК-тест, обнаружили, что это наследственный рак молочной железы. И вот, посмотрите, вот опухоль до начала лечения, всего четыре введения цисплатина, посмотрите, как моментально опухоль регрессирует в ответ на достаточно простую терапию. Другой пример – препарат метамицин-Ц. Его прекратили использовать химиотерапевты в начале 90-х годов, потому что он вызывал непредсказуемую гематологическую токсичность, угничение гемопоэза. Сейчас это не опасный побочный эффект, потому что таким пациентам обычно даются специальные колонии, стимулирующие факторы, которые компенсируют действие химиотерапии. И вот, посмотрите, здесь пациентки с раком яичника, у которых уже исчерпана возможность стандартной терапии препаратов платины, но посмотрите, это тоже наша собственная работа, это первое в мире применение метамицина для лечения наследственного рака яичника. Посмотрите, какие хорошие эффекты здесь есть. Если мы говорим, что применение препаратов платины для пациентов с раком молочной железы является экспериментальным лечением, то в отличие от рака молочной железы, все пациентки без исключения с раком яичника, они и так получают платино-содержащую терапию. Как мы планировали работу? Мы планировали на самом-то деле сравнить результаты подобной платино-содержащей терапии, когда она применяется у пациентов с наследственным раком и когда она применяется у пациентов с ненаследственным раком. Посмотрите, вот здесь голубой цвет – это наследственные опухоли, красный цвет – это обычные ненаследственные опухоли. Вот это у нас исходный размер опухоли. Если столбик смотрит вниз, это значит, что опухоль уменьшается в размерах. Если столбик смотрит вверх, это значит, что опухоль растет. Эффекта отличения нет. Ну, подождите, посмотрите, даже графически очевидно, что, конечно же, в целом наследственные опухоли лучше реагируют на подобную терапию, чем опухоли ненаследственные. Но тогда возникает вопрос. Давайте мы проследим за судьбой усредненной пациентки с наследственным раком. Она, как правило, поступила в учреждение уже на неоперабельной стадии, и чтобы сделать возможную операцию, ей назначают платино-содержащую терапию. Именно у пациентки с наследственным раком, у них очень резкое происходит улучшение, у них опухоль уменьшается в ответ на платино-содержащую терапию. И дальше хирург, дальше хирург, он удаляет остаточные видимые участки опухоли и ткани, и ту же самую терапию назначают для профилактики рецидива. После операции она направлена уже на невидимые остаточные опухолевые клетки. Казалось бы, при такой эффективности платино-содержащей терапии эти женщины должны излечиваться. Этого не происходит, к сожалению, все они рецидивируют спустя год-полтора после операции. Нам удалось найти причину этого явления. Посмотрите, вот эта опухоль до операции, в ней действительно утрата оставшегося аллели гена БРК, в ней чувствительность препаратом платино. А вот эта остаточная опухоль, которую удалил хирург, произошло чудо, но это чудо в плохом смысле этого слова. Потому что эта опухоль, она, это опухолевые клетки, но они утратили мишень, они фактически восстановили функцию гена БРК. То есть они уже не чувствительны к платино. И та остаточная опухоль, которую удаляет хирург, произошла селекция, она не чувствительна к химиотерапии. Ну вот и получается, что у нас на самом-то деле, когда мы назначаем лекарственную терапию, то у нас два разнонаправленных процесса. С одной стороны, то, что я называю на кончике иглы, элиминируются клетки чувствительной терапии, и в то же время происходит бурный рост, экспансия, замещение освободившегося пространства теми опухолевыми клетками, которые резистентны к терапии. Это говорит о том, что вообще применяемые на сегодняшний день схемы лечения, они заведомо обречены на неудачу. Потому что у нас опухоль неоднородная, она содержит те клетки, которые чувствительны к химиопрепаратам, но также она содержит персистирующие клетки, единичные клетки, с самого начала, до начала лечения, которые резистентны к терапии. Что делать? Онкологи в таких случаях вообще предпочитают назначать комбинированную терапию. И вот посмотрите, это наши собственные данные. Мы берем пациенток, всех, с раком яичника, и в первые три дня после постановки диагноза мы делаем экспресс-тест на наследственные раки. Мы очень быстро выявляем тех пациентов, у которых наследственный рак. И далее им предлагаем проходить экспериментальное лечение. В качестве экспериментального лечения мы применяем комбинацию двух препаратов, цисплотин и метамицин, потому что каждый из них продемонстрировал хорошую эффективность при лечении наследственных раков. Ну а контроль – это у нас те пациентки, которые отказались от подобного лечения, или ретроспективные пациентки, которые получали стандартную терапию. Но посмотрите, какая колоссальная разница. Вот это те пациентки, которые получают экспериментальное лечение. У них 100% частота ответа. Те же женщины, которые получали терапию ранее, у них эта частота ответа только 62%. Но самое главное, при стандартной терапии никогда не бывает полной элиминации опухолевых клеток. Всегда после терапии морфолог видит остаточные опухолевые очаги. Мы понимаем, почему. Потому что у нас присутствуют клетки, которые заведомо резистентны к химиотерапии. А вот здесь у нас примерно каждая шестая пациентка демонстрирует полную элиминацию опухолевых клеток. То есть под влиянием системной терапии у них полностью извещена запущенная стадия опухолевого заболевания. Но на самом-то деле это очень важная информация. У нас сейчас таких пациенток уже примерно 35 человек. И это вообще впервые в мире зарегистрированы случаи полного ответа, морфологического ответа, полной элиминации опухолевых клеток яичника в ответ на терапию. Самое важное, что первые пациентки, которые получали подобное лечение, уже прошло 5 лет. И те, у которых действительно был полный морфологический регресс, они остаются без признака рецидива заболевания. То есть это означает, что они излечены. Другой пример. Помните, я рассказывал про микросателитную нестабильность? Эта картинка уже была. И я говорил о том, что эти опухоли, они содержат не единичные мутации, как обычные опухоли, не десятки мутаций, а сотни мутаций, примерно на порядок больше. К чему это приводит? Чем больше мутаций, тем больше в опухоли антигенов, белков, которые изменили свою конформацию. Соответственно, эти опухоли, они становятся иммуногенными. Что сейчас позволяет это делать в онкологии? Если мы диагностируем, что опухоль возникла по механизму микросателитной нестабильности, то есть в ней много мутаций, мы назначаем препараты, которые восстанавливают противоопухолевый иммунный ответ. В норме опухолевая клетка выделяет специальные вещества, которые создают локальную иммуносупрессию. А тут назначаются препараты, которые изменяют локальную иммуносупрессию. И вот посмотрите, это результаты клинических испытаний, когда брали опухоли с микросателитной нестабильности, уже когда исчерпаны основные варианты лечения. Посмотрите, насколько здесь значительное количество опухолей демонстрирует уменьшение размеров опухолевого очага. Когда мы говорили про полипоз, я вам говорил про мьюта-эйдж, ассоциированный полипоз. Это необычная форма полипоза, когда у пациента имеются единичные или десятки полипы, и на фоне них часто возникают карциномы толстой кишки. Мьюта-эйдж – это тоже ген репарации ДНК, поэтому опухоли, которые возникают у носителей этой мутации, они содержат тоже аномально высокое количество мутаций. А как их найти? Это редкие заболевания, и поэтому делать всем полный тест на наследственный рак – это пока затруднительно. Но в данном случае, опять же, в этих опухолях роль маркера возникает необычная соматическая мутация в гене КРАС. Вот посмотрите, как мы ищем этих пациентов. Тетирование в генах раз и так делается всем пациентам с раком толстой кишки, потому что у них это необходимо для назначения терапии. Вот посмотрите, у нас на входе 6 тысяч пациентов, и только 227 имеют вот эту маркерную мутацию. Вот им мы уже делаем тест на наследственный рак, и мы нашли определенное количество пациентов, у которых действительно есть мутация в гене МЮТАЭЧ. Мы знаем, что опухоль содержит много мутаций, мы знаем, что она иммуногенная. Но как нам обосновать назначение экспериментальной терапии? Что мы делаем? Мы фактически сначала пытаемся показать, что эти опухоли имеют значительное количество лимфоцитов, имеют высокую лимфоцитарную инфильтрацию. И вот посмотрите, первая пациентка, которая у нас проходит подобное лечение, у нее уже исчерпаны все возможности для терапии. Мы у нее нашли, что это мютаэвич ассоциированный рак, и она получает иммунотерапию. Посмотрите, какой у нее выраженный ответ на подобное лечение. Синдром Горлина. Это синдром, при котором огромное количество базальных карцином, базально-клеточных карцином. Ну, опять же, здесь есть ингибитор, здесь есть ингибитор белка, который называется СМО. И посмотрите, опять же, какое большое количество поражений и как моментально происходит регресс при назначении таргетной терапии, специфической терапии. Заболевание, которое в данном случае мы как раз введем регистр, именно наша кафедра в педиатрическом университете специализируется на диагностике редкого заболевания туберозный склероз. Туберозный склероз – это заболевание, для которого характерны в том числе и опухоли, и в частности астроцитомы. Опять же, там на самом-то деле есть специфический препарат, это ингибитор киназы МТОР, который, в общем-то, зарегистрирован именно для лечения этой разновидности опухолей. И вот, посмотрите, в данном случае это обобщающий слайд. Здесь показано, что на самом деле, насколько много сейчас специфических препаратов для лечения именно наследственных раков. И именно поэтому, на самом-то деле, диагностика наследственных раков, она стала, так скажем, более популярным мероприятием, потому что, в конечном счете, она в большей степени мотивирует пациентов и врачей заниматься подобной диагностикой. То существенно. Я уже говорил о том, что на самом-то деле крайне важно, когда мы говорим о диагностике рака, так или иначе анализировать всех членов семьи, потому что среди них могут оказаться люди, у которых высокая предрасположенность, и которым может помочь ранняя диагностика или профилактические мероприятия. Ну, вот теперь вспомни. Эти все заболевания, как правило, они передаются по аутосомно-доминантному типу наследования. То есть одна хромосома здоровая, а вторая копия гена, она имеет катагенную мутацию. Соответственно, риск того, что у брата или сестры, или у ребенка будет передан мутированный аллель, он не фатальный, он 50%. Половина получили здоровую копию, половина получили копию пораженную. Более того, если мы говорим о самым частом заболевании наследственной рак молочной железы и яичника, по крайней мере, в случае гена БРК-1, носительство у мужчин этой мутации почти безопасно. Только то, что я показывал, увеличивается немножко риск рака желудка. Если мы говорим для женщин, то, конечно, для них носительство мутаций в генах БРК-1 и БРК-2 и в других генах наследственного рака оно сопряжено с неизмененным риском. Поэтому надо понимать, что одинаковые шансы передать гены как мужчине, так и женщине риски не могут отличаться. Что хотелось бы рассказать? На самом-то деле очень важный компонент сегодняшней жизни – это революция в диагностике, это появление метода, который называется секвенирование нового поколения. Секвенирование нового поколения – это метод, который позволяет читать огромные последовательности ДНК в течение нескольких дней. Как построены эти методы? Ну, в идеале бы вообще иметь какую-то машинку, которая возьмет и всю ДНК от начала до конца прочитает. Это пока не получается. Но что может делать аппаратура? Аппаратура может бесконечное число раз вы проанализировать, прочитать. Бесконечное число коротких случайных последовательств ДНК. И дальше компьютер из этого многообразия бесконечного воссоздает единое целое, воссоздает исходную последовательность. Ну, на самом-то деле, помните, я забылся, когда говорил про то, что на сегодняшний день диагностика наследственных раков идет от больных членов семьи. Вообще-то мы уже становимся свидетелями, когда при помощи секвенирования нового поколения Net Generation Sequencing, NGS, начал осуществляться скрининг популяции. Потому что на сегодняшний день это занимает всего несколько дней. И это занимает, ну, примерно, там, чуть больше тысячи долларов или евро прочитать всю кодирующую часть генома у каждого человека. И по прогнозам, к 2025 году миллиард людей на Земле будут иметь результаты прочтения полной последовательности. Это очень важно, потому что, с одной стороны, это скрининг наследственных заболеваний. Увы, каждый из нас является носителем 8-12 патогенных мутаций. Очень важно, чтобы эти мутации не встретились в браке у отца и матери. Но даже если они встретились, что сейчас есть способы экстракорпорального оплодотворения, чтобы убедиться, что ребенок все равно будет здоровым. Поэтому в результате подобного скрининга я ожидаю, что будет снижаться в развитых странах частота носительства патогенных мутаций, частота наследственных заболеваний. Ну, и во-вторых, вот эти заболевания, которые манифестируют в возрастном возрасте, в том числе наследственные раки. Несомненно, подобный скрининг поможет выявить людей, которые являются носителем мутации и организовать для них определенные профилактические мероприятия. На самом-то деле, секвенирование нового поколения не применяется не только в медицинской генетике, оно и применяется как таковой онкологии, потому что популярное вообще направление – это взяли опухоль, которую удалили пациента, и проанализировали в ней все мутации в надежде, что найдется таким образом мишень для терапии. Ну, это на самом деле заключительный слайд. Все-таки надо понимать, что фактически все практикующие доктора, не только онкологи, должны знать о проблеме наследственных раков, и надо понимать, что игнорирование этих тестов – это является врачебной ошибкой, потому что на самом-то деле у любого врача должен быть определенный крокозор, понимать, в каких случаях необходимо задуматься о том, что не надо ли проводить какие-либо манипуляции, связанные с диагностикой. Плюс еще надо понимать, что вот эти тесты, они зачастую сопряжены с назначением того или иного лечения. Специально, в общем-то, фрагмент лечения опухоли выделил в качестве отдельного фрагмента лекции. Еще один существенный момент. У нас довольно много тестов на повторяющиеся мутации, на славянские мутации. Их вообще много в клиниках делается. В данном случае, если мы говорим о монгологии, то это мы говорим именно о генах БРК-1, БРК-2. Это врачебная ошибка пытаться назначать этот тест пациентам неславянского происхождения. Но то же самое относится и к другим наследственным заболеваниям. То есть попытка назначать тест на славянские мутации неславянам является несоменной ошибкой. К сожалению, это часто делается в реальной ситуации. Ну, помимо этого, на самом-то деле, тут еще специфика, что если у вас ПЦР-тест, который частые мутации обнаружил, никаких не нашел отклонений, то это то же самое, что ничего не делали. Потому что надо понимать, что на сегодняшний день фактически исчерпывающий ответ на вопрос, ну, в той или иной степени может дать только полноценное обследование, вплоть до анализа всего генома, потому что на самом-то деле часто мутация не сводится вся генетика, есть пенокопии, когда другие гены повреждены. Ну, в частности, хорошо известны гены БРК-1, БРК-2, как наследственные гены, гены наследственного рака малосной железы. Но есть десяток других генов, которые могут выполнять подобные функции. Поэтому здесь постановка полноценного диагноза, она сопряжена с огромным количеством дополнительных манипуляций. Ну, и в заключение нашей лекции я хочу все-таки привлечь ваше внимание еще раз, что колоссальный прогресс произошел именно в отношении идентификации генетических детерминат наследственных раков. То, что наследственные раки являются, несомненно, самой частой патологией в медицинской генетике. То, что, когда мы говорим про наследственные раки, то крайне важно подобных людей выявлять, потому что для них есть и мероприятия по ранней диагностике, и профилактические мероприятия, которые позволяют предотвратить либо возникновение рака, либо летальный исход от рака. Ну, и все-таки, если брать внимание обывателей или врачей общего профиля, то проблема наследственных раков, она стала значительно более заметной, когда выяснилось, что этим пациентам можно назначать не только какие-то меры по профилактике, по ранней диагностике, но и можно назначать особые лечебные мероприятия, которые имеют достаточно высокий клинический эффект. У нас достаточно затруднено сейчас общение, потому что я понимаю, что лекции должны, по идее, смотреть довольно большое количество студентов. Довольно сложно задавать вопросы, если они появились. У вас есть электронная почта кафедры, сайт кафедры. Если у вас какие-то появились вопросы, не стесняйтесь их задавать. Мы, по вере возможности, будем на эти вопросы отвечать или, может быть, выносить эти вопросы на следующие лекции. Поэтому подумайте, какие у вас могут быть вопросы, напишите о них. Может быть, мы там в следующих лекциях либо ответим в индивидуальном порядке, либо в следующих лекциях заострим на них внимание. Ну и еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что секвенирование нового поколения на самом-то деле очень важная технология. По-видимому, это самое главное событие в биомедицине с момента появления полимеральной цепной реакции, секвенирование нового поколения, появление возможности для полного прочтения генома. Несомненно, несомненно видоизменит всю нашу жизнь. И, ну, на самом деле, очень в значительной мере отразится на целом ряде медицинских мероприятий. Поэтому, когда будет время, посмотрите в интернет-ресурсах, то есть вот эту технологию секвенирования нового поколения. Немножко понимайте, что она из себя представляет. И старайтесь держать ее в голове и применительно к медицинской генетике, и применительно к проблеме наследственных раках. Большое спасибо за внимание. Хорошего вам вечера. И надеюсь, что все смогут остаться здоровыми. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.